Всем привет, с вами профессор Гуглов. В этом выпуске у нас потрясающее видео. Мы протестируем все айфоны, когда-либо выпущенные, начиная с первого айфона, выпущенного в 2007, и заканчивая последним iPhone 6 Plus. За последние 8 лет Apple выпустил 12 версий iPhone, и сегодня мы узнаем, какой из них лучший. Все телефоны сброшены до заводских настроек и обновлены до последней версии iOS, доступной для каждой конкретной модели. Начнем с теста по скорости включения. Какой телефон загружается дольше всех? Включим все телефоны в одно и то же время. Возможно, результат вас удивит. Однако помните, что последние модели оснащены более мощными процессорами, но в то же время операционные системы значительно тяжелее. Как видим, iPhone 6s побеждает. За ним идет 6s Plus. 6 и 6 Plus включаются сразу после более новых собратьев. Далее 5s и, на удивление, первый iPhone. Потом 5c, 3gs, 5, 4, 4s и на последнем месте iPhone 3G. Поразительно, что первый iPhone получился быстрее большинства других. Далее мы тестируем скорость и мощность процессоров при помощи Geekbench. Этот тест не получится провести на первом iPhone и 3G. Пожалуй, это самый важный тест. Он покажет реальную мощность телефона, насколько быстро он думает и обрабатывает информацию. Измерит производительность процессора и памяти. Вы также можете провести такой же тест на своем устройстве, как на iPhone, так и на Android. Первым справляется с тестом iPhone 6s. Через несколько секунд идет 6s Plus. Это означает, что iPhone 6s работает быстрее и его процессор мощнее, чем у iPhone 6 Plus или любого другого iPhone. iPhone 6s показывает результат 2556 в тесте одного ядра и 4461 в многоядерном. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем шестом. По-видимому, Apple хорошо поработали над производительностью текущей линейки по сравнению с 6 и 6 Plus. Теперь проверим, у какого iPhone лучшая скорость загрузки. Для этого используем специальное приложение для замера скорости. К сожалению, это приложение не поддерживается на первом айфоне, но работает на всех остальных. Тест продемонстрирует, как быстро телефон может загружать информацию с сервера и обрабатывать ее. На первом месте 6 Plus, на втором 6s Plus. Самым медленным оказался iPhone 3GS. Для выполнения теста ему потребовалось аж 7 минут. Теперь мы выполним тест по загрузке сайта. Мы хотим выяснить, насколько быстро айфоны могут загрузить сайт. На самом деле, разница не столь велика, когда дело доходит до загрузки сайтов. Первый айфон и 3GS оказались самыми медленными в этом тесте. И еще один тест напоследок. Протестируем камеры на всех телефонах. Тест показывает, что лучшая камера у нового 6s Plus. У него камера 12 мегапикселей. Камера iSight с оптической стабилизацией. Детальность картинки невероятно высока, а краски очень яркие. Как видите, Apple проделал огромную работу по улучшению камеры с момента выхода первой модели в 2007. Итак, вот над чем работали Apple в последние 8 лет. Разница между старыми моделями и новыми просто колоссальна. Может быть, самое время обновиться? Дайте знать, что вы думаете в комментариях и жмите «Нравится». Подписывайтесь на канал. Увидимся!